Сегодня на этом реставре я буду выступать на руках молодых писателей. Великолепно, Украину, Россию и Украину. Эти ребята участвуют в фестивале молодых писателей, который проводится здесь не первый раз. И сегодня мы решили посвятить их творчество участникам этой выставки, посетителям этой выставки. Это ребята, которые занимаются в форумах молодых писателей, которые проводят наш фонд социально-экономических и институтальных программ. Ну и периодически мы встречаемся на фестивалях в Белоруссии и в других республиках СНГ. Вести будет это представление Ольги Юрьевны, Миллаева, поэтесса, заведующей отделом Паразии. Жду нам знамя, с которым мы вместе проводим этот фестиваль. Я предоставляю ей слово, и она будет вам представлять каждого поэта, который будет читать свои стихи. Спасибо. Микрофон, ребята, для вас будет уже пускай. Друзья, мы привезли вам совершенно прекрасных поэтов. Это люди, приехавшие из Молдовы, с Украины, из Белоруссии. Их все они совершенно разные. Потому что у нас есть два лауреата премии лицей. Очень престижной премии. У нас есть учитель географии. У нас есть пекуль. У нас есть театральный человек. Поэтому сейчас вы увидите весь калейдоскоп и все краски, которые могут быть. Вот этот наш форум, вот он. Мы стараемся вас удивить и порадовать. Первый выступающий Антон Азарингов. В первый раз читаю подволынку. Почитаю два стихотворя. Этой рябью на черной воде и ноябрьским гулом, Сапогом, поскользнувшимся в борозде, Задрошенным лугом. У сквозного забора, в какой-нибудь слободе, Под какой-нибудь вязьей, Навсегда, 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 Везде налипающей грязью. На колесах, копытах и сапоги, Черной, скользкой, Этим замершим воздухом западни, Этой погодой польской, От кольцевого шоссе, Под усторонним гулом, Под дождем с характерным пше, Гаснущим поцелуем, И строкою целана, Айнлоенен изыст, И щавелевым лугом детским, Что теперь в полуснеге Лежит нечистый, очнуться не с кем. Этой рябью, извесью, И белой мглой, Черно-белым военным фильмом, Так приходит зима, И лишь свет контровой И неяркий, Горит над ее головой, И за каждым предметом Затменьем недолгим И милым. И второй стихотворение. Неслышно ковыляет человек Вокруг колыша ветхий борщевик, Клубится снег, Ложатся покрова, На кровле трубы, бани и хлева, Дрова, сарай, тряпки, конуры И прочее скукое иудейство. В прихожей собирается семейство, Шипят говоруны, Где мыкается бедная дочка, Чем угощать священника, Дичка и певчих, Аль выгнали дружка, И муску из гостиной мужичка. Позвали Сашку с костырей, Скажи, я мужу пособила свечки, На кухне вчетверо, По луковой дощечке, Быстрее стучат ножи. Сижу на лишней табуретке, Разделив, Сестру и мать, Как дикобраз какой-то, Молчаливо, Здесь табу на разговоры, Лезет снег в избу, Постылы панорамы, Но белее рассохшаяся краска крестовина, И на трюмо спадающие криво Лавины простыней. Там пятна растекаются, Гвоздик, Мы обступаем, Будто борщевик, Глубится ладом, Сходятся лучи, Всем лезвий в сердце, Матерь умягчи, И полностью пропитанный покров На зеркале, Стоим, не замечая, Спеленутую куколку качаем, Кто высится поправ. Спасибо. Уроженец Смоленска читал, Россия, Антон Азаренков, А сейчас будет читать Ольга Славичева, Беларуси. Вот ты, долгое лето мое, Комариная песня заката, Вот ты, Русь моя, Белая и злата, Восхождение, Цветение, Жневье. Как я праздно тебя провела, Так беспечно тебя полюбила, Все болота твои исходила, Все мои твои святые плечи, Не узнать мне доли твоей, И судьбы твоей не прикоснуться, Даже если пророкам проснуться, Суждено мне средь гор и полей, Только осень могу разгадать По поглянным порожилкам и пятнам, Только осень, По имени независимым, Затопляющим старым гадь. А мы все опять под ним билом, Щедрад и мать на долгие метели, Уже не видно брички сквозь стекло, И лошади невольно охмелели, Да в конюшнях от мороза и дорог, И барин громко просит отобедать, А снег все сыплет с неба на порог, И не унять его, не исповедать. Еще, еще Беларусь выступает, Алена Белоножка. Приветствую всех гостей и участников выставки. На груди клубком змея, Ночь за окнами театра, До свидания, моя дорогая Клеопатра, Гаснет розовый софит, Клен стекло царапнул веткой, У подножья пирамид Ты снимаешь крик с салфеткой. Золотая рукоять, Глютафорского стилета, До свидания, Моя несравненная Джульетта, На виду сотен глаз, Умирала ты без стона, И уже в который раз О тебе скорбит Верона. На двоих распили яд, В бесконечность дверь открыта, До свидания, моя королева Маргарита, Ты умчишься на коне, Без оглядки, без возврата, Помяни ее обо мне, На приеме у Билата. Алкогой убавил трош, В сигаретной серой дымке, Как всегда не узнаешь, Ты себя на фотоснимке, Ты не веришь ни во что, Ты измотана печалью, Ты видишь в своем авто, Обтянув ключицы с шарью, Ты отправила к чертям Молодого режиссера, Ты верна своих смертям, До свидания, Айсидора. А вечер, словно гличер, Навис над рудничком, На станции диспетчер Белел воротничком, Колеса грохотали, Секундные стрелки в такт, И голубь на портале Лениво чистил фраг, Задумчиво и важно Прочесывал крыло, И все уже однажды До нас произошло, Гудели те же рельсы, Горел закат, пожар, Народные умельцы Сбывали свой товар, Блестели ложки лаком, Как талая вода, И кто-то тихо плакал, Прощаясь навсегда. Не стану повторяться И плакать у детей, Не стану дожидаться Хороших новостей, Смотрю на хвост состава Под крики дурачья, Ты не моя отрава И, в общем-то, ничья, И будешь ты бессменно Одинажды один, Сломаю о колено Последний Георгин, И мне не будет туго, И я понять смогу, Зачем мы друг у друга Остались не в долгу, Зачем составы мчались, Зачем закат в золе, Зачем до нас случались Разлуки на земле. Для шоколи можно Народной моды один беж, Потому что мы все-таки Моуменская столица Беларуси. Кольцевая ее называется. Белое поле В окол ни души, Шерая, Долгая стушка шаши, И мчусь по холоде, Позаверусь, И мне сразумело, Я еду по крузе, И плачу, И в усны кусаю злобе, Дорога выводить меня до тебе. Тут не льга направо, И право не можно, Для джуна указальники Безда поможна, А сердце, Прыгадывая правду одну, Что ты не отпустишь, А я не звярну. А там за завеями, За снегопадом, За полем забелым, Как сон, Болег рядом, У ты мне садом, Зелени не гайон, Шакая весновое шастье мое, Шакая с панурой сядить головой, Лез замыкается на кольцовой. Вы услышите не только эту речь, Вы услышите другую. Вы хромеевы Катя, Россия, Москва. Когда везет во всем подряд, Завоешь от тоски, Положишь нервный звукоряд На нежные виски, Сбежишь от жизни под пальто, Где порванный подклад, Работать волком в шапито За маленький оклад. Дружить с тобой опять хотят Суфет, театровед, Трамвайный путь, Больной закат И черный пистолет. И жизнь шипит, Давай дружить, Отступницу прости, Пока твои попытки жить На пять из десяти. Представь, что снова Новый год, Дыка в снегу ослеп, Тебе фонд класса выдает Твой новогодний хлеб, И ты сжираешь натощак Конфету красный мак. Ты им отмечена вот так, Отмечена вот так. Стихи про простуду Я вдыхаю вертикально Воробьиный вешний воздух, Заходи на чай, А хочешь, дам из вкус Вилла бульон. Вечность нам нужна постольку, Чтоб опаздывать на встречи, Люстра с рыбиной веревки Нас займет часа на два. Тот же, что у рыбы, Пафос при вдыхании, Вдыхании, Что же ам-ам-ам немое, Чтоб остаться под водой. Говорят, в одном спектакле Сорока-минутный кашель, Я тебе такой спектакль Разыграю каждый день. Выходить из дома Это лучше разве что под вечер. Бой раз в тысячелетии Можно книжку почитать, А когда писать эссе, Я не знаю, не про сэ. Разве только по театрам Предпоследними деньгами Зашибать вино в буфете И старушечек пугать. Зашиваюсь, задыхаюсь, Засыхаю, усмехаюсь, Что же жабрами своими Так всерьез боюсь вдохнуть? Неужели такую дуру Не возьмут в аспирантуру? Плохо нос соображает, Реча аппарат расстроен, Чтобы жить, надо немножко Разучиться говорить. Друзья, нам еще добавляют Немножко времени. Каждый может прочитать По три стихотворения. Сейчас читает Григорий Горнов, Москва, Россия. Я лишь тень На одной из страниц Твоего вечного дневника. Но на этой земле Понимаю тебя один, Что на внешнем кольце твоем, Кроме черно-белого ДНК, Оплетенного холодной водой, Бегущей из теплых глин, Из арабью ничего не видно, Только разлив цветов. От сиреневого, От сиреневого до алого, От цветающей сады. Практически то же самое, Что за внешними границами льдов. Откуда ты пришла, Взяв легенду, Что появилась из пустоты? Я никогда не вспомню Тот подмосковный лоб, Где зверобой и ромашка, И дальние поезда, Думая о тебе, Я ничего не чувствую, Только звук. Слышу, как будто Фокус радиотелескопа Попала умирающая звезда, Поглощенный собой Собственное эхо, От волокла. Пока в голове Щелкает какое-то Несуществующий орле, Ты разденешься до гола И выжжешь меня до тла, Чтобы больше Ничего не было На земле. Снаружи своей каймы Едешь который год Из пламени перганы На улицу вешних вод. Иголка тропит яйцо Памятью леса в вид. Бог создал твое лицо Скорпелями, а они Живучая жизнь свою, Стоящая на ветру. Я так тебя люблю, Что вряд ли уже умру. Спасибо. У нас читает сейчас Виктор Гробков. Это Молдавия. Пожалуйста. Пожалуйста. Привет. Ну как то? Тепло на югах-то? Не на нового льхахаля Так неустанно Гадаешь на картах? Я-то. Я здесь на заплатах Выжить пытаюсь Хоть как-то. Залятал рубашку последнюю, Теперь она в красных пятнах. И я бы рад был, Если бы только неград Пустых обещаний Терзал сознание, Что покорежено. Пальцы. В краях морожены На улице май, А мне холоднее, Чем в ноябре На паперти. В кровь води. Накрывает бессмыслы И толку моя меланхолия Простыняю тонкой, И степлых воспоминаний, Покрывшихся ледяной коркой. Сколько еще это длиться будет? Ответил бы кто? Из-под лоба смотрю на лица, Котянуть бы до пятницы И набиться. Не забивай свою голову, Светлую всем, То, что отчалив отчетливо Выкрикнул, Совсем не то Планировалось изначально. У меня при себе Лишь пачка сигарет, Чтобы громки в пути Не скучали. На последний Троллейбус Никого билет И никакой печали. Моя любовь Попутала берега Вместо холодной Невы Местор Вместо пресной Морская вода И бороться уже бесполезно Со сочертевшим холодом По сути Ничего нового В прожиточных Двадцати трех Метрах квадратных За подвохом подвох И вот, как итог Мы гадаем на картах Кто, где и когда С кем и по чем Что творит Но на берегах Уже появился разлив И близлежащие халупы Как и всегда В это время Укрыты водой Моя любовь Попутала берега И накроет нас Всех забой Спасибо А три кубика А три кубика Нет? Нет Ну ладно Вот какие у нас поэты А сейчас у нас Будет выступать Алексей Захарчук Молдова-Тираспы Штормит Я помню Это море Наизусть Я помню Соль Береговых Извилин И птичий крик Что тонок И бессилен И дом Что стал Наполовину Пуст Штормит Октябрь Ни рюмка Коньяка Ни солнце Задумленное Не грею Остановившись В небе Чайки Рею Тугие Задевая Облака Когда вода Светла И одинока Когда звенит Прозрачная Твоя Когда высокая Сломалась нота В несложном Механизме Воробья Я рассмеюсь Ведь я грустить Не вправе Среди сухих Застенчивых Лисов И пёс Товарищ На меня Направит Своё Короткоствольное Лицо В сороковые Над стройками Кипящими Вздымалась Гранитная Личина Ильича И в облаках Мозолистых Дымилась Горячая Труба Из кирпича Христианское Соломенное Сердце Пылало Под скрипучим Сапогом Индустриализации И сердится Иосиф В помещении Нагон Его усы Увереннее Больше Немецких А на карте Дагишон Лежащее Молодое Тело Больше Поделено Тупым Карандашом Отлитые Из урожая Танки Ползли Навстречу Некрасивой Тьме И черные Заплаканные Танки Макали Вслед Шагающему Мне Мы заводили Песню Без названия И подпевали Кулином В пути Упал В болото Безымянный Ваня И нам Удобно По нему Идти Сердца Горели И горели Села Сидели Потрясенные Леса И с песней Разудавой И веселой Мы уходили Прямо В небеса Промзона Промзона Над дымящей Вечерней Промзоной Там, где Шелеста Птичьего Нет Обостренным Морозом Промзенный Бездыханный Колеблется Свет Там, где В небо Врываются Трубы И трубят Неизвестно О ком Кирпича Огрубелые Губы И целуют Меня Заликом Где Пустуют Развалены Мрака Где Духанье Попало В тюрьму Человеческим Взглядом Собакам Провожать Меня Будет Во тьму Татьяна Куплиянец Беларусь Нет 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 Не видно Я улыбаюсь Идя не в свои места По уле Угрант Базара По белизне Сулеймании Пропахщий Солнце Зелено Фламинговой Мантии Я улыбаюсь Идя не в свои места Вдыхаю 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 сладость Местного Парадиза Пробую Липкую Пахлаву Из закатов Сизых Я улыбаюсь Идя не в свои места Вдолье камертонов Колонн Бронзового По перекресткам Вечная Вечная дорога Вечная дорога Странствия Бесконечного Пахнет тюльпанами Южный Стамбульский Вечер Я улыбаюсь Я точно знаю Этот день Не вспомнится В веках Но очаганится Во мне В тебе Во всех Кто рядом Закат Как персиковый сок Текущий По рукам По нашим Сомкнутым рукам И сонным Автострадам Там Где забыты Города И небо Без оков Где моросит Июньский дождь Что слаще Сновый чай И на подстельной Тишине Прохладных облаков Крещенных Солнцем Облаков Лишь силуэт И чая В потоке Тех Кто дома Брел Мы навсегда В пути К знаменам Занавеса Вольнет Разгоряченный Ветер Я счастлив Был Мои друзья Терять Чтоб обрести Чтоб вас Навеки обрести И быть на этом Свете В неясности Грядущих лет Сплетений Дней и миль Кольцом Соединенных рук Держащим Общий жребий И знать Что мы бессмертны будем здесь Пускай на миг На краткий Предзакатный миг Под персиковым небом И если дозволите Оскільки я приехала З України Я прочитаю вам Кілька віршів Своєю рідною мовою Не полишай мене на самоті Я не благаю Я не благаю більшого Мій брата Війна Наш дім Наш вічний хліб І мати Що я б до себе Кличе Треба йти В міцні обійми Без жалю та слів Бо ми Не полишай мене на самоті Не полишай Єдиний друг І брат У нас обох Тепер лише ми зостались Не кинь мене без смерти на потало Не дай в житті Пізнати більших втрат Бо ти останній Рідний мій вогонь До кого я горнувся В вічність горя Ти Голос мій І хліб І дів І зорі Не киби мене Прошу самого Не йди Не йди Мов і з кроху разу Упав І згас А я самотній Плачу Чи зможе Хто моїм очам Пробачить Бо ти останній Крихітний сльоз Це обращення Младшого брата К своєму старшому брату Который уходить на войну І погибає Але у них більше Ні осталось нікого В житті І він просить його Чтоб він його не покидав Але, к сожалению Ну і закінчить Стихотворенням о любви Вернее, даже сказати Сонетом Кули сідее сонце За обріх марачосів І розсипає в небі Трояд рожевих цвіт Коли пливуть у сяй Від човни далеких літ І мить в які чекання Шляхам вплітають косо Я згадую про тебе В моїх очах Ти досі танцюєш Серед степу В першолітній квіт Чи прийдеш ти до мене Новий любитель світ Чи буде серце З серцем співати Всеголосі Я сподіваюся, мило Бо й нині До настями Тебе одно кохаю І вірю, що колись Ми знову станем разом Між сонними житами Чи на Бруківці вулиць Добитись в неба висі Ох, як змінився всесвіт Над нашими життями Але яким він рідним В коханні залишився Вікторія Ким Украина Вікторія Кінець Вікторія Кінець Вікторія Кінець Вікторія Кінець Всем здравствуйте Первий стих на русском Снег засыпают мои следы Тридцать восьмой И немного лисий Парк превратился в царство зимы И я в нём Алиса Вместо кролика чёрный пёс Шляпочник Спящий бездомный И даже без трубки Липкий, густой Пар выпускают лёгкие Звук удалённый Рассеянный свет Белым ложится на зим Руку выудив Из объятия ткани Соприкасаюсь с прекрасно В этом и есть прелесть зимы Если вокруг воет вьюга Грейте стекло взаимной любви Грейте стекло друг друга А дальше на экран Айстри тиснуться до земли Голими степлями пляшуть в калюжах За цей урок Федоруш мені Дякую, дружа Біль остаточно спливає Як дим, що губи твої пускаються на віта Плутается в волосі Заплітається, начо квіти В урон на твоей голове Ти мені кажеш Сестра, не плач Ні про що не жалкую Включай тома вейца Я ж тобі ні судя, ні палач А лиш захисник твого побитого серця І крила шурхують Шурх, шурх Відкриваються, як пара соля Зовсім подерті І ледь живі Вкриті стигмами і мозолями Ти мені кажеш Стій, не жуни Викурь свій мальба Розачекай, то завтра З тобою залишаться друзі твої Як для тебе виграву карти Потім, сплюнувши на асфальт Візьмеш зарпу Поцелуешь в лоба Відпровождає Тинятися світом Може справді повірити Духом Дякую І щодо Крейський На оголені білі плечі Жовтим пледом Нагає осінь Припорошую листям пам'ять Що було, того вже немає Над рускою розбиваються правила І під сумнівом слово Правильно І під натиском Нових істин Нам навістуйте Уявляєш у цьому місці Під покровом жовто-пагряного Розташовані всюди капкани І в метро звірі їздять Поранені Вже три дні не було листонощі І пожовклі Рукою писані Піднімає вітер конверту І жбурляє в обличчі Мов листя Дякую А сейчас выступить маленька звіздочка Але она вже вправду звіздочка Це шкільница Дякую 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 Не потревож Дякую 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 Оно далеко, в вечном свете и жаре ласкает зеркальную гладь, но помни предание о бедном икаре, и солнцу не смей доверять. Мраморный фонтан Помню нежную строю, прохладу чистого потока, луна плывет в ладонь мою, и солнце плещется глубоко, и звезд узоры на воде сверкают пылью разноцветной. Я у фонтана целый день страдал от жажды, злой и бледный я прочь бежал, как только мог, с собой унес стихи и песни. Теперь я верю, тот поток всего страшней, всего чудесней, и запах лилий, как дурман, и соль и вкус поймет не каждый. Я помню мраморный фонтан, поэзию и дикую жажду. Смерть пара Пряча лица, тела под плащом, здесь когда-то звенели кефары, но теперь тишина, тишина. Помнят храмы, грабеж и пожары, позабыв ароматы вина. И покрытые пылью руины, умирают не первый год. Шли мы лесом, и гордые спины, дун нам ветер, толкая вперед. Мы молчали, баллады не пели, и молчал вместе с нами весь мир. Этим утром играла свирели козлоногий и пьяный сатир. А сейчас мы завершаем нашу программу, но вы еще услышите стихотворение на белорусском. Будет читать Мария Шабанец. Начнем с понятного. Два мира. Люблю твой мир, волшебный светоносный. Мой не таков, он сумеречный сер. Его давление в сотню атмосфер не позволяет устремиться к звездам. Хотя назад в дому в сто тысяч эр он был таким же радостным и серьезным. Сегодня в нем осталась лишь пустыня, где ветер правит сонным стадом дюн, Стирая тени незнакомых рун, в которых мрак запрятал мое имя. Помог бы свет от трех печальных лун, но все всегда за тучами не мы. Но что мне мир, давно покрытый прахом? Я из него заглядываю в твой. Там солнце свет, там звезды чередонь, там нет обиды, горечи и страха. И мгновенье ухожу в покой и отвечаю тяжких крыльев взмах. Надпись. Я строил эту пирамиду для бога бывшего царя. Ты, привлеченный ее видом, постой на надписи смотря. Обращенном в песок былою, мой мир давно во власти сна. Среди безветрия и зноя остались только имена. Ты от безделья для забавы намекаешь, оживи меня. Напомни миру время славы, произнеси, как звался я. Вот здесь по делу, как обычно. Лететь в Египет далеко. Среди гробниц идет привычно, читая надписи легко. Его ведет вперед наука. Но, посмотрев тайком вокруг, и чуть-чуть сощурясь без рук, Он произносит имя вслух. Я сама не минчанка, и когда я езжу из Молодечна в Минск, Это два часа или час, смотря на чем ехать, Меня, извините, не литературно штырит. Вот я вам по-белорусски расскажу, как именно. Ти смолчу я, ани, и коли, Буде здрада умолча, ани ты, Распирая у них руди поле, Бегу с горком, и сон лавчин, Як молчать там, змеей зеленый, Колцы, выльги, бедзеуны лад, Той смарагдан хвост, свавольна, Обдевая увесь на ляглях, Халиправды ворожать змею, Гэты лепши зев чурадею, Уемгнение варьятею, И не зводжу зев увачей. О, Виолейки, твой клич могутный, Бьется у сердца моим наупросто, И мчую такси маршрутную, И шпалю, где ляжить твой вкусный. Объяненно пожирать страницу, Одержимо заполнять иную, Жажда слова яростно струится, Заливая мертвые, пустые, И влекущие красой особой Белые бумажные дороги, Серые экранные дороги, Трупы в голове моей убогой, Мне и полу в руку притихнуть мирно, Не пойти за пазухой в мурчании, Пропитаться ароматом смирный, Но полно безумием сознания, Подсознание требует творений, Пусть вторичных, но живых со мною, Я одно из слабых отражений, Но так жажду отразить иное. Спасибо. Было бы несправедливо, друзья, Не дать слово нашему добросовестному фотографу. Эта девушка, Людмила Клочко, Которая живет в Белоруссии, Она уроженка Минска, И было бы здорово нам ее послушать, Тем более, что она еще будет читать на белорусском. Спасибо большое за представление, Добрый день. Я прочитаю для вас несколько стихов на русском, И, да, потом на белорусском. Что-то было вчера, Что уже никогда не вернется. Я люблю вечера. Я смотрю в них, как могут колоться. Мне их пить не допить, И всю жизнь я глотаю быстрее. Поторопимся жить. Может быть, мы хоть что-то успеем. Если завтра проснусь, То опять заживу без оглядки И без меры, И пусть все идет в безобразном порядке. Только мне по делам, За мои ожидания и вкусы Я права лишь в одном. Из людей вышли яркие бусы. Завязалась узлом на житейской потрепанной нити. Мне нечасто везло в череде безутешных событий. А теперь за душой ни души, Ни стыда, ни смятенья. Это самый большой сувенир К моему дню рождения. Я уже начала забывать, Где я начала от счета. Я люблю вечера. В них последние сводятся счеты. Я б забросила все. Я взяла передышку на лето. Пусть меня унесет южный ветер И выбросит где-то. Может быть, я потом не вернусь, Как того и хотела. И забуду о том, Что во мне не имеет предела. Ты спрашиваешь, Чем я занята, И встретимся с тобой когда и где. А я сейчас как будто бы не та, И то ли свет на сердце, То ли тень. Но я освобожу день. Его не будет жаль моей судьбе. Счастливым дням ведется точный счет. А мне сейчас так хочется к тебе И говорить не стоит наперед. Но я освобожу год. Побыть с тобой, Не глядя никуда И на тебя рукой опершись. Пугают мимолетностью года. И если ты попросишь, Задержись, То я освобожу жизнь. Неблагодарный смертный грех, И я молюсь за нас, за всех, И вижу рыбака улыбку. Мудрее всех живет простак, Он ловит золотую рыбку И отпускает просто так. Спи, мой сын, Походи по воде, Поднимись на высокую крышу, Ты увидишь, как время стоит, Ты увидишь, как мир одинок, И как только ты вздрогнешь, Я сразу приду, я предвижу. Я тебя успокою И лягу собакой у ног. Спи, мой сын, Ты увидишь, как лес Вырождается в дикое поле, Посмотри, как заблудших волков Поедает слепая овца. Ты ложишься на грудь мою, Успишь со мной не от того ли, По ночам ты все больше и больше Похож на отца. Спи, мой сын, Посмотри на меня На столетия раньше и позже, Не узнай меня в собственном сне, Не узнай меня в собственной мне, Поцелуй эти руки, Заметь, что вы в чем-то похожи, Обещай мне почаще Встречаться со мною во сне. Спи, мой сын, У тебя на губах не обсохли Мои поцелуи, У тебя на ресницах дрожат Слезы радости, слезы мои. Я кормлю тебя грудью, Я сплю с тобой не потому ли Ты кричишь по ночам От моей неразумной любви. Спи, мой сын, Ты увидишь себя, Не теряйся под собственным взглядом, Никогда не беги за собой, От себя не придется бежать, И в счастливое время Приснится тебе, что я рядом, И не вспомнится пусть, Что нельзя ничего удержать. Спи, мой сын, И как просили, да, Он не боюсь к нам. Он не боюсь к мне. Олени на ракаю И только б зазернуть за небо край Где у боской хвали Песень и обдымка У твоя усмешка Легкая и обдымка Тишейшая зашепот у спаминка И ясная И здесь не науты А я одно тебе махну рукою И поза сенсом Я поза строкую Там, где рака Сливается с ракою А пошлия полая Небоски Я думаю, что от лица всех нас Здесь присутствующих Мы не можем не сказать Свою нежную и глубокую Благодарность нашему Предводителю Нашему руководителю Руководителю фонда Благодаря которому идут Вот эти совещания Я недавно наблюдала, как Сергей Александрович Филатов вручал премию И если сдержан был тот Кому он вручал премию То выражение счастья На лице Сергея Александровича Было полным Я поразилась вот этому Мальчишескому, детскому, юному Счастью на лице Этого прекрасного человека Мы благодарим вас, Сергей Александрович За то, что вы делаете И то, что мы надеемся Еще будете делать Потому что сделана колоссальная работа И это большое счастье для всех нас Ну вот вы встретились Вот мы сегодня встретились С небольшой группой Поэтов Который участвует в нашем фестивале Я должен сказать, что за последние годы Вообще поэзия Очень сильно выросла По своему качеству По своему восприятию По своей глубине По знаниям Прочим вещам И это очень приятно Потому что на самом деле Литература ведущим является поэзия Хотя многие выросли Ведущим является критиком Я думаю, поэзия С поэзии начинается и проза С поэзии начинается и лимитургия С поэзии начинается и детская литература Я хочу поблагодарить всех ребят Которые участвовали сегодня И прочитали свои стихи Сидел и иногда переживал Хорошие стихи Обращение одного стихотворения Поэта читает Тазаренко, который он смотрел у него Он мог бы читать еще Который что, хороший проект Бесочный Хочу всем сказать спасибо и вам Тоже Могилю за то, что вы провели Сегодняшнюю встречу Всего доброго А участникам выставки Желаю Побольше хороших книг прочитать Сегодня они все-таки есть Немного, но есть Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АЕС